МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Виталий Матюшин. Всех зрителей БУК-ТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста подготовлены корреспондентами нашего канала. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Подведение итогов работы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы. В Бресте прошло шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству при Ангаре и Республике Беларусь. Модераторами онлайн-встречи выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Уникальный облик Бреста создают люди, талантливые, креативные, умеющие заглянуть в будущее. Компания «Полесья Жилстрой» реализует новый проект «Жилой комплекс Полесский». Насколько плотной будет новая застройка, как будет налажена работа в зимний период, какие планы и перспективы по возведению жилья в областном центре предусмотрены в ближайшее время. Материал Ирина Левчук. 3700 юношей и девушек в 2021 году стали участниками более 300 студенческих отрядов строительных, сельскохозяйственных, педагогических и экологических, сервисных и производственных. В Бресте, в недавно построенном медицинском комплексе, который был объявлен областной молодежной стройкой, прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра. В эфире итоги недели мы говорим о главном. На этой неделе в Бресте в режиме видеоконференции прошло шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству Приангария и Республики Беларусь. Модераторами онлайн-встречи выступили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Брестского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко. Повестка дня включала подведение итогов работы в рамках плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы. Участники встречи подчеркивали, что в рамках сотрудничества проведена большая совместная работа по расширению уже наработанных направлений и поиску новых перспективных точек развития двустороннего партнерства. Высокий уровень и достигнутые результаты демонстрируют взаимную заинтересованность сторон в продолжении диалога и готовность к расширению сотрудничества. Все подробности в первом материале выпуска. Сотрудничество Беларуси с районами Иркутской области выходит на новый уровень. Это показало шестое заседание рабочей группы. Несмотря на то, что пока общение в формате онлайн, экономический эффект взаимодействия измеряется реальными финансами и договорами. Белорусы, в частности Брещина, заинтересованы в реализации своей продукции пищевой промышленности, которая в российском регионе пользуется особой популярностью. Наши известные крупные предприятия там уже успели зарекомендовать себя. В свою очередь, белорусам интересно производство лакокрасочной продукции. Сегодня общая задача – ознакомиться ближе с потенциалами и продвинуть то, что можно обоюдно выгодно продавать и покупать. За 9 месяцев 2021 года внеторговый оборот между Иркутской областью и Республикой Беларусь составил около 88 миллионов долларов США. Увеличился он на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что это как не итог закономерного сотрудничества в данной области. По итогам периода экспортной поставки Иркутской области в Беларусь составили более 66 миллионов долларов, увеличившись на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Виртуальный торговый дом «Иркутск-Брест» стал одним из важных шагов в процессе налаживания и поддержания долгосрочных договоренностей. В деловых кругах это весьма перспективное направление сегодня активно обсуждается. Обе стороны диалога сошлись во мнении, что необходимо сейчас свои силы направить на большую популяризацию этой площадки. Первый шаг сделан. Сегодня мы говорили о том, чтобы предпринять более активные действия для рекламирования этого информационного ресурса и площадки, для активизации сотрудничества наших подприятий и организаций с подприятиями и организациями Иркутской области. Тема экономики из практической плоскости постепенно перешла в плоскость обмена идеями. Так иркутских коллег заинтересовал опыт белорусов в лесовосстановлении и деревообработке. Губернатор региона Юрий Шулейко идею поддержал. Есть что посмотреть объективно. Да, в стране мы действительно перерабатываем и стремимся к переработке пилет. Пилет у нас выпускается различного уровня, как и белые, так и смешанные, и брикетированные, и ганулированные. Опять-таки есть первоклассное производство, которое можно посетить, посмотреть, увидеть воочию. Диалог культурный развивается через участие в различных концертах, конкурсах, фестивалях. В частности, российские коллективы представили свое творчество на форуме искусства «Белая вежа». Проходили патриотические проекты. Так, в мае из города Надбугом отправился тематический автопробег «Брест-Иркутск-Брест». На всем пути исследования его участники проводили различные памятные мероприятия. По мнению губернатора Брещины, идей и тем для диалога может быть еще больше. Задача, которая стоит сегодня, не растерять накопленное, а наоборот, приумножить это сотрудничество. Все наши планы, которые мы в дальнейшем будем намечать и фиксировать их, я думаю, найдут полное отражение в нашем взаимодействии, в нашем подходе к государственной дружбе. По итогу заседания стороны подписали протокол и утвердили план работы на будущий год. Уже в следующий раз руководители регионов договорились встретиться офлайн на одной из площадок Беларуси или России. Вы смотрите программу «Итоги недели». Поднимаем актуальные темы, говорим о том, что касается каждого. Компания «Полесья Жилстрой» – одна из тех, кто создает уникальный облик областного центра на протяжении многих лет. Благодаря энергии и таланту архитекторов, проектировщиков, строителей этого предприятия, на карте Бреста появляются новые объекты. Это издание областной дирекции Белгазпромбанка, пристройка к Брестской областной детской больнице, большое количество привлекательных многоэтажных жилых домов. Список можно продолжать еще долго, ведь компания «Полесья Жилстрой» постепенно заполняет ранее пустовавшие городские зоны новыми объектами как бытового, так и социально-культурного назначения. Сейчас они реализуют новый проект – жилой комплекс «Полесья Жилстрой». Насколько плотной будет новая застройка, как будет налажена работа в зимний период, какие планы и перспективы по возведению жилья в областном центре предусмотрены в ближайшее время, Ирина Левчука ценила масштаб работ с высоты 18 этажа нового жилого комплекса «Полесья». Современное здание областной дирекции Белгоспромбанка, которое торжественно открыли в апреле нынешнего года, возводили специалисты компании «Полесья Жилстрой». На реализацию этого масштабного проекта строение занимает площадь около 2800 квадратных метров, потребовалось больше года слаженной и выверенной работы. Не менее ответственно подходили строители «Полесья Жилстрой» к возведению пристройки к Брестской областной детской больнице. Этот проект занимает особое место в деловом портфолио компании. Согласно плану, сюда переедет часть реанимационного отделения, отделение для недоношенных детей и малышей до года, кардиоревматологический блок и сектор палиативной помощи. Необходимость расширения ощущалась давно и приятно наблюдать, как проект шаг за шагом воплощается усилиями специалистов. К концу года планируем завершить знаковый объект для города Бреста и области. Это пристройка к лечебному корпусу Брестской областной детской больницы. Сейчас в этот момент производится монтаж медицинского оборудования, завозится мебель, производится наладка всех систем обеспечения. Очень плотно работали с Министерством образования по модернизации школ. В этом году мы порядка 20 школ привели к учебному году в то состояние, которое должно быть по линии Всемирного банка развития. Но и на этом список интересных объектов, которые реализовывали работники компании «Полесь и жилстрой», не заканчивается. Например, на территории бывшего военного городка Интенданский продолжается строительство многоэтажных жилых домов. Один квартал из восьми домов уже возведен. В процессе реализации новый проект – жилой комплекс «Полеськи», который расположился на территории ближе к Кобринскому мосту и улице Нефтяной. Основные работы по обществу – это монолиты стены, как вы видите, закончены. Уже больше здесь отделочные работы, сантехнические, вентиляционные, спецработы в основном проходят. У специалистов по лесу жилой строя работа налажена. Все запланировано до мелочей, а потому и стройка не прекращается ни на минуту. Еще до наступления холодов началось устройство наружных тепловых сетей, чтобы внутренние отделочные работы можно было проводить с комфортом. Мы здесь ведем отделочные работы на этом дому. Из них – это утепление фасадов. Эти работы можно проводить до минус пяти, с использованием специальных смесей морозостойких. Также проводим внутренние работы отделочные. Это у нас идут стяжка по полам, значит, и штукатурка поэтажно, по стенам. Если температура будет наружная ухудшаться, пойдут минуса, планируется по этажам пустить отопление. Там, где будут производиться, понятно, работы. В связи с этим работы можно будет выполнять и в зимний период, и при больших морозах. В этом 18-этажном доме компактно расположились 102 квартиры. Стоит отметить, что этот жилой дом возводится со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже. Значит, магазины, парикмахерские, кафе будут у новоселов буквально в шаговой доступности. Кроме того, в распоряжении жильцов и большая парковка, на которой планируют такое же количество машин на место, что и квартир. К тому же, срок ввода этого дома в эксплуатацию запланирован на конец мая 2022 года. Да, работу строителей еще много, но такие дедлайны их ничуть не пугают. От своих планов они не отказываются. Переходными объектами на 2022 год со сроком ввода в 1-2 квадрате в полиции же строя являются два дома 60-квартирных по улице Рябцево и 18-этажный дом в микрорайоне Полески, как вы говорите, бывший военный городок Интендантский. Коробки этих домов возведены, контур закрыт, завершается подготовка к пуску тепла. Так что на зиму наши рабочие будут обеспечены объемами внутренних работ и комфортными условиями для их производства. С перспективой на следующий осенне-зимний период, думая наперед, мы закладываем еще два многоквартирных дома в микрорайоне Полески, 18-этажную каркасную свечку ближе к Кобринскому мосту и 9-этажный дом по сроку ввода в 2023 году. Качество исполнения работ специалистами Полески Жилстроя проверено временем. Именно они строят красивые и практичные архитектурные здания, не боятся экспериментов и создают неповторимый облик города на протяжении уже более 40 лет. Говоря о строительстве, которое уже на протяжении многих лет ведется в Бресте, следует отметить и его благоустройство. Слоган «Лучше Бреста нету места» вполне обоснован. Действительно, каждый район, каждый уголок областного центра красив по-своему, у каждого своя изюминка. В этом заслуга предприятий, организаций, неравнодушных брещан, всех нас, людей, которые любят Брест всей душой. Наши корреспонденты побывали на встрече в Ленинской администрации, где подводились итоги традиционного смотра конкурса по благоустройству, в котором в этом году приняли участие около 40 субъектов хозяйствования. О победителях материал Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Несколько десятков предприятий и организаций вступили в этом году в состязание за право считаться самым благоустроенным и озелененным. Стоит сказать, что каждая из них достойна почетного звания «Лучший». Настолько ответственно подходят организации и учреждения к участкам, прилегающим к предприятиям. В проектах есть ландшафт на архитектурной концепции и, конечно же, нотки души. Тех, кто в свободное время делает любимый Ленинский район краше и лучше. В очередной раз жюри решила предъявить более высокие требования. Члены экспертной комиссии оценивали не только внешний вид, но и динамику преобразований, как часто происходят различные качественные изменения. «Комиссия очень долго разбирали, смотрели, спорили, кому-то нравилось вот это, кому-то это. Но критерии были такие. Кроме того, что все красиво, что изменилось за текущий год? Потому что многие, кто участвовал, не участвуют в этом году. И мы видели, что часть была уже сделана в прошлые годы, и что-то было сделано в этом году, который уже истекает в 2021 году, что-то новое. Это тоже был один из самых важных критериев. Потому что можно сделать раз, и дальше ничего. Но можно сделать раз, красивенько, и ухаживать, что-то менять, какие-то вносить нюансы. Это тоже оценивалось в жюри». Сегодня Ленинский район – жемчужина города. Его жители делают все возможное, чтобы даже отдаленные его уголки были максимально уютными и комфортными. Это показывают частные инициативы горожан, которые, не боясь вандалов, высаживают целые фруктовые сады, осваивают клумбы, озеленяют газоны. Все это они делают для того, чтобы жить здесь было максимально комфортно и уютно. Причем как для взрослых, так и для детей. Не отстают в вопросе благоустройства и предприятия. Так лучшим по итогам конкурса по благоустройству в 2021-м стало унитарное предприятие «Брест-вторчер-Мед». Их творческая фишка – металлические скульптуры. «Как в любом доме должно быть красиво, так и на любом предприятии должно быть культура производства, и должно быть красиво. А делается и акцент основной на людях. И делают это все люди. Это не директор делает, не его заместитель. Это делают простые рабочие люди, которые, как и у себя дома, следят за порядком, следят за тем, чтобы было красиво и уютно им на рабочем месте». Особое внимание в летний период в наших сюжетах уделено благоустройству на территориях учреждений образования. Детские сады, школы, гимназии, учебно-педагогические комплексы всегда стараются удивить чем-то необычным. И это не столько желание руководителей, сколько стремление самих сотрудников сделать мир лучше. Так, по итогам 2021-го, самым благоустроенным учреждением общего среднего образования стала средняя школа номер 17. «Каждый год, когда начинается новая пора, мы создаем творческую группу, которая работает над этой проблемой. Они подходят, у нас школа музыкально-хорового фона, поэтому работают творческие люди. И к этому подходу, к решению этой проблемы творческий и креативный подход. Как правило, это люди, которые хотят сделать территорию школы красивой, удивить чем-то, и чтобы детям и родителям, и всем тем, кто приходит в школу, чувствовался всегда такой подъем, и хотелось, скажем, идти в школу». Кроме того, в рамках конкурса были отмечены и учреждения здравоохранения. Первое место в этот раз между собой разделили детская и городская поликлиника номер один и больница скорой медицинской помощи. «Наше учреждение находится в центре города и в исторической части. Само основное здание является тоже историческим зданием, поэтому поддержание всего комплекса в порядке, в надлежащем это, имеет большое значение как для внешнего вида города, так и для вида самого учреждения в целом. Этому уделяется большое внимание, естественно». Итоги подведены, однако, уверены участники смотра конкурса, это не повод расслабляться. С осени ответственные за благоустройство работники прорабатывают будущие проекты, чтобы с первым теплом приступить к созданию очередной красоты на подведомственной территории. Продолжаем выпуск. 3 декабря в Беларуси отмечается День инвалидов. Праздником его не назовешь, но это еще один повод обратить пристальное внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями не только в этот день. Беларусь не остается в стороне от решения вопросов, связанных с социализацией и адаптацией людей с ограниченными возможностями в общество, что предполагает и трудоустройство. Но так ли просто найти работу, имея в анамнезе такие серьезные диагнозы, как нарушение слуха, потеря зрения или проблемы с опорно-двигательным аппаратом? Уверен, непросто. Правда, в областном центре существует предприятие, которым запись «Инвалид» в трудовой книжке нисколько не мешает подписывать трудовые контракты и успешно с этими людьми взаимодействовать. Это унитарное предприятие «Промбриз» и «Вертекс Брест». О востребованных сотрудниках этих предприятий, о помощи людям с ограниченными возможностями, а главное, об их социализации подробнее в нашем следующем сюжете. Швейный цех унитарного предприятия «Промбриз» – это маленькая часть большого производства. Здесь трудится порядка 25 человек, все – женщины. Среди них Мария Турсункова. Чтобы найти работу, 13 лет назад девушка переехала в Брест, ведь трудоустроиться с диагнозом «инвалид по слуху» в ее родном городе в Витебске было задачей не из легких. В Бресте Мария не только нашла работу, но и создала семью. Я в Брест приехала в 2009 году. Здесь нашла своего мужа, вышла замуж и продолжаю здесь работать. У меня сейчас своя семья, свекровь, мама и папа здесь работают, они тоже глухонемые, плохо слышат. И у меня трое детей, но дети у меня все говорящие. Я здесь работаю уже 13 лет. Брестское унитарное предприятие «Промбриз» – многопланово. Помимо швейного цеха существуют и радиотехнические, и монтажные, и другие. В основном здесь занимаются изготовлением широкого спектра комплектующих изделий для газовых и электрических плит. Специалисты этого предприятия каждый день производят сотни деталей, которые пользуются спросом не только в Беларуси, но и в России. Мы работаем в основном с предприятиями, которые нам дают работу по кооперации. Основной заказчик наш – это Брестгазаппарат. Около 80% объемов – это Брестгазаппарат и Гефесттехника. Мы не в одном направлении работаем, работаем в разных профилях, потому что что-то делают мужчины, что-то делают женщины. Монтажницы – женщины, заготовщики – это мужчины. То есть мы ищем работу, которую могли бы делать наши люди, чтобы можно было легко объяснить и показать, как это делается. И у них это хорошо получается. Сегодня на предприятии работают порядка 270 сотрудников, 168 из которых – инвалиды по слуху. И если с трудоустройством этих людей проблем нет, то как обстоят дела в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро понять человека с проблемами слуха, не теряя ни минуты? В таком случае на помощь приходят специалисты круглосуточного информационного центра, который расположен рядом с предприятием. Принцип его работы прост. Слабослышащий человек звонит посредством скайпа переводчику жестового языка и просит вызвать скорую помощь, МЧС или просто записаться на прием к врачу. А дальше, по необходимости, специалист может стать посредником в понимании между ними. Благодарность слабослышащих людей такой поддержки огромна, ведь с некоторым из них она спасла жизнь. У меня такой был случай, ношу мою было плохо. У меня дочка там живет в другом городе, а она всегда меня приводила, сейчас ее нет. А как кого обратиться, если в центр, удобно очень по камере позвонить, поговорить о чем, куда надо. Очень хорошо, все помогут, переводят, все, отлично. Мы очень рады, что организовали центр жестового переводчика, то что они нам много чего помогают. Мы как у вас с ними связаны все два года, мы довольны. Ну, даем всем их помощь, бывает кому-то плохо, кому-то хорошо, скорую помощь вызывают, куда-то идти к врачу, все это по камере, это все отличная идея, мы очень довольны. Пока удаленные услугой переводчиков жестового языка могут воспользоваться только жители Бреста, но планируется, что в ближайшем будущем инвалиды по слуху со всей области смогут получать эту помощь. На данный момент мы подали предложение в комитет по труду и занятости социальной защиты Брестского обл.исполкома с предложением, чтобы нам разрешили обслуживать всю Брестскую область, чтобы также инвалиды нашей Брестской области могли получать такую же помощь. Монитарное предприятие «Промбриз» дает людям с инвалидностью работу, а значит, дает им возможность чувствовать себя нужными для общества, социально адаптированными. Такие же возможности предоставляет и предприятие «Вертекс Брест», где трудится более 90 людей с инвалидностью по зрению. Предприятие широко известно производством светотехнической, электротехнической и электроустановочной продукции. Это предприятие сегодня для каждого из них является своим вторым домом, который позволяет прийти сюда, работая, общаясь между собой, находить какие-то точки соприкосновения, быть востребованными сегодня в нашем социуме. Да, работа этих предприятий является огромным шагом на пути к выполнению национального плана по реализации Конвенции по правам инвалидов Республики Беларусь. Но не только они помогают людям с ограниченными возможностями социализироваться. Своевременную, квалифицированную психологическую, юридическую, реабилитационную и иную помощь гражданам в областном центре оказывают территориальные центры социального обслуживания населения Ленинского и Московского районов, а также члены Совета ветеранов. Территориальный центр и его сотрудники в течение всего года обращают внимание на граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это и пожилые граждане, и граждане из мест лишения свободы, но и граждане с инвалидностью. Мы обследуем их на дому, приглашаем их к себе, оказываем материальную, адресную помощь. На учете в территориальном центре состоит более трех тысяч граждан с инвалидностью. И каждому нам удалось в этом году прийти. Мы выслушали их просьбы, предложения, и многие из этих граждан, придя к нам в центр, получили своевременную помощь. Забота о ветеранах советом проявляется не только по праздникам. Это и постоянная проверка социальных условий, быта, как они себя чувствуют, состояние здоровья. Можем и даже стараемся ходатайствовать перед различными службами о просьбах наших ветеранов, об оказании им посильной помощи. В этом нам очень хорошо помогают наши спонсоры. Доброта – это язык, на котором может разговаривать немой, который слышит и понимает глухой. Это единственный безбарьерный способ контакта абсолютно между всеми людьми. COVID-19. Первая, вторая, третья, четвертая волна. Просто корона. Потом дельта-штамм. Сегодня уже омикрон. Это уже не просто испытание для человечества. Это нечто большее, накрывающее людей с какой-то непонятной скоростью, со скоростью цунами. Каждый штамм – отдельная пугающая история. Каждый все непредсказуемее, все злее поражает пожилых и молодых людей, подростков, детей. Но, как ни странно, мы уже научились носить эту вирусную корону, стали более спокойными, более ответственными. В большинстве случаев имею в виду вакцинирование, дистанцирование, ношение масок. Мы опять же в большинстве стали думать о других, проявляя заботу о ближнем. И вот он, новый вирус – вирус доброты. И все это нужно, необходимо, потому что в Беларуси уже переболело 660 тысяч человек. Только за вчерашний день к этой статистике добавилось еще 1876. Наш следующий материал о том, как сегодня живет и борется с вирусом областной центры, как ощущают себя люди и на что надеются брещане. Алена Миневич продолжит тему. Вирус COVID-19 с виду красивый, но насколько смертельно опасный. Им переболело уже очень много людей. Кто-то тяжело, кто-то терпимо, кто-то бессимптомно. Но неизменным остается одно – люди от коронованного вируса умирают. В Беларуси современная чума уже унесла более 5000 жизней. Миру, стране, городу, каждой семье, каждому человеку пришлось переосмыслить жизнь и адаптироваться под сегодняшние реалии. Еще в сентябре в Бресте отмечался рост заболеваемости. Сегодня показатели приятнее. Вот уже четвертую неделю наблюдается спад. В настоящее время в городе Бресте и в Брестском районе отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Необходим момент вакцинации. То есть никогда не поздно вакцинироваться. То есть чем быстрее, тем лучше. Но сейчас вот на фоне снижения заболеваемости я рекомендую всем, кто еще не привился, срочно сделать прививки. И сейчас вот время как раз позволяет, чтобы к Новому году, если вот на днях привиться, то можно сделать и второй компонент, и быть привитым и готовым, скажем, к новогодним праздникам. Сегодня в городе Бресте привито около 80 тысяч человек, в Брестском районе более 10 тысяч человек. В целом по Брестскому региону, то есть город и район, более 90 тысяч. Абсолютно всех людей объединяет одно. Нам свойственно адаптироваться к совершенно любым условиям. Так случилось и с коронавирусной инфекцией. Если раньше с приходом первой и второй волны от страха войти в число зараженных, горожане действительно соблюдали все меры профилактики и защиты, не появлялись в обществе без масок, сокращали контакты, скупали антисептики, сейчас этого уже нет. То ли от того, что многие переболели, а кто-то и не раз, немалый процент вакцинировался, а может люди просто устали и верят в чудо. Я считаю, не так страшен черт, как его молют. Надо просто проводить профилактические меры и все. У маски там, прививки, а что же еще? И со временем опять думаю, все прошло, прошло, опять четвертая волна пошла. И, наверное, это придется жить уже, нам-то ладно, молодежи до конца, наверное, неизвестно. Все будет хорошо, найдут вакцину от COVID-19. И я думаю, что больше никаких не будет вакцин, чтобы люди жили спокойно и мирно. Мы люди испытанные жизнью, так что к любым условиям мы привыкаем. Уже даже не защищаются, смотришь и в общественном транспорте, и по городу ходят они без масок. Желательно как-то себя уберечь и прививаться. Хорошо, что для многих все еще единственным верным способом защиты от вируса является вакцинация. В областном центре предоставлены все условия для комфортной вакцинации горожан. Помимо территориальных поликлиник, свой защитный укол можно получить в прививочных пунктах, расположенных в торговых центрах и других учреждениях. Например, в торговом центре «Варшавский», торгово-развлекательном центре «Экватор» на центральном рынке. Ни на день не прекратилась работа сотрудников выездных бригад, которые проводят вакцинацию по заявкам предприятий прямо по месту работы. Не будем забывать, что у прививок также есть свой срок действия. Уже более 4500 жителей Бреста сделали ревакцинацию. Для того, чтобы не получить очередной подъем заболеваемости после новогодних праздников, это 14-20 января, я все-таки рекомендую всем привиться против коронавирусной инфекции. А тем, кто уже привит против ковида, необходимо сделать прививку против гриппа. Действует порядок вакцинации, утвержденный Министерством здравоохранения Республики Беларусь, по вакцинации против коронавирусной инфекции и гриппа. И в соответствии с этим порядком, если человек не привитой против одной и другой инфекции, то сначала ему рекомендуется привиться против коронавирусной инфекции первым и вторым компонентом, а через две недели после введения второго компонента привиться против гриппа. Скоро Новый год. Пора зимних праздников. Люди, несомненно, будут проводить время вместе в кругу семьи и друзей, дома и на мероприятиях. Будьте осторожны. Берегите себя и близких. Не забывайте о мерах предосторожности. 3700 юношей и девушек в 2021 году стали участниками более 300 студенческих отрядов строительных, сельскохозяйственных, педагогических и экологических, сервисных и производственных. Масштабно. И это свидетельствует о том, что это направление работы Белорусского Республиканского Союза молодежи востребовано. Да, конечно, все не так масштабно, как во времена СССР, но студотрядовское движение есть, и это здорово. Накануне в Бресте в недавно построенном медицинском комплексе, который был объявлен областной молодежной стройкой, прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра. В рамках церемонии двум студенческим отрядам были присвоены имена погибших при выполнении задания в Барановичах летчиков-героев Андрея Ничи Порчика и Никиты Куканенко. Все подробности в материале Людмила Логодич. До торжественного открытия многопрофильного медицинского центра по улице Бориса Маслова остается всего пару недель. Объект уникален по многим позициям, и ему нет аналогов на территории всей области. Он вмещает детскую и взрослую поликлиники, а также женскую консультацию. При его строительстве использовались материалы и мебель исключительно отечественных производителей, а возведение центра завершили с большим опережением. В настоящий момент готовность объекта составляет почти 100%. 99,9%. Работы практически завершены. Где-то там еще завершаются немножко чистовые отделочные работы. Разносится мебель, устанавливается медицинское оборудование. И в принципе по тем установленным срокам, которые нам были доведены, это конец декабря, если не ошибаюсь, 24 число, сдача объекта, мы будем готовы полностью его отдать медицинскому персоналу. Мы, насколько могли, в общем-то, пользовались возможностями студенческих отрядов, привлекали их для возведения данного объекта. И на сегодняшний момент, когда мы находимся на финальной стадии, в общем-то, завершения строительно-монтажных работ, поступает очень большое количество мебели, оборудования медицинского. Ну и для того, чтобы каким-то образом мы смогли ускорить процесс ввода здания в эксплуатацию и передачи его непосредственно в эксплуатацию медицинским работникам, я считаю, что это большая, посильная помощь, которая, в общем-то, нам всем, нам всем, я имею в виду, не только нам строителям, а всем нашим жителям города Бреста, она просто необходима. Молодежь со всей области на протяжении двух лет активно помогала на самых разных этапах строительства объекта. Теперь остались финальные работы перед его открытием – распаковать и расставить мебель, сделать чистовую уборку, навести лоск. Очень рад, что мы делаем вклад в строительство, можно так сказать, этого медицинского центра. Помочь тоже городу очень приятно, честно говоря. Вот мы тут шкафы носим, распаковываем, помогаем. Очень приятно, что люди будут приходить в этот медицинский центр, где-то что-то лечиться, и очень приятно, что мы принимали в этом участие. Объекту присвоен статус областной молодежной стройке, поэтому неудивительно, что именно это место выбрали для торжественного мероприятия по закрытию третьего трудового семестра Брестской области. Для гостей была проведена презентация каждого из отрядов, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны. Среди них и Брестский отряд «Новое поколение» имени Гаврилова, который стал одним из лучших в республике. Каждый отряд Республики Беларусь носит имя героя Великой Отечественной войны, и наш отряд носит героя имени Петра Михайловича Гаврилова. Его подвиг мы помним и сейчас, и поэтому мы рассказываем о нем. Мы знаем историю от рассказов наших бабушек и дедушек, с фильмов и книг, и эту историю нужно донести до нашего поколения. Мы медицинский судоотряд «Медок» Евдокии Равнягиной. Это первый медицинский отряд в нашей Брестской области. Евдокии Равнягиной, потому что эта медсестра училась и работала в Брестской крепости, и во время 21 января 1941 года она героически спасала солдат и погибла в бою. Во время третьего семестра трудового мы работали в Брестской областной клинической больнице. Это был первый проект. Мы работали в кардиохирургии. В неврологии, реанимации и в рёмном отделении. Ребята в непростой эпидемической ситуации оказывали посильную помощь в больницах и добросовестно выполняли обязанности среднего и младшего медицинского персонала. Не просто отрабатывали смены в детских оздоровительных лагерях, а стали настоящими друзьями детям, которые там отдыхали. В родных вузах помогали на достойном уровне провести вступительную кампанию, чтобы она прошла без нарушений и оставила только положительные воспоминания. И за свой труд эти молодые люди достойны наград. Педагогический отряд «Горящие сердца Нью». Мы узнали, что такое работать на заводе. Работа тяжёлая, но интересная. Очень приятно, что отметили наши заслуги, и это сплочает всех нас как единое целое. Победители и призёров областного этапа республиканских конкурсов ждали грамоты и ценные подарки. Были отмечены лучшие штабы, командиры и комиссары. Никто не остался без тёплых слов благодарности за свою работу. Наши ребята работали практически во всех отраслях жизнедеятельности и развития нашего государства. В реальном секторе экономики. На Барановичском заводе «Атлант», в мясокомбинате «Пинске» и других предприятиях. Работали в оздоровительных лагерях, педагогических отрядах. Работали на, наверное, республиканской стройке в островце на благоустройстве. Работали здесь, в медицинском центре города Бреста. Стройка, которая была объявлена областной, молодёжной стройкой. И очень важная для нашего города, для заречной части города, для развития инфраструктуры. И вкладывали сюда действительно свои дела и желания. Здесь отработали два наших отряда, более 50 человек. И я думаю, это будет продолжаться и дальше. Сегодня такое знаковое для нас мероприятие, потому что мы закрываем третий трудовой семестр. Брестская область неплохо потрудилась и внесла большой вклад в копилку студенческих отрядов в республике. 3 700 молодых людей отработали в студенческих отрядах, так сказать, в различных профиле. Очень важное трудовое воспитание. Но помимо этого, конечно, очень важно и патриотическое воспитание молодёжи, потому что каждому отряду присвоено имя Героя Советского Союза. Тоже отрадно, что ребята знают этих героев, они изучают историю. И сегодня, конечно, такой изюминкой, конечно, трагической является то, что мы присвоили двум отрядам звание наших героев современной Беларуси, современников, это не Чупорчика, Куканенко, наших лётчиков-героев. Поэтому тоже очень важно, что отряды уже будут носить их имена и будут помнить и чтить. Они, мы, так сказать, это наша такая маленькая лепта в уековещении этих золотых наших, не знаю, кумиров, этих молодых людей. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. На сегодня я, Виталий Матюшин. Прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин